Я Дмитрий Александрович Овсяников, простой человек из рабочего района Риги. Из простой семьи рабочих, несмотря ни на что, успешно в свои 47 лет продолжил заниматься боксом. Веливаясь мастером спорта СССР. Жизнь распорядилась так, что меня в 40 лет подставили в Литве, за что дали полгода тюрьмы. Хотя срок граждался в 3-10, но судья это кто? На месте Бога на земле. Было оправданное отпущение. После этого, когда я вышел, я снова возобновил свою боксерскую карьеру. Ну, помимо занятия спортом, я и работал. Работал на разных предприятиях и слесарем, и мусорщиком, и дворником, и оператором мясокомбината, и на демонтажах, строителем, и помощником сантехника. То есть работал от души. Но после этого все время приходил в спортзалы, либо на улице, если не успевал, так сказать, в спортзал. Моя мечта, она уже осуществилась. Это в этих профессиональных рынках. Я в этом мечтал в своих 20 лет. Но мечта моя еще не закончилась. Я мечтаю стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Супер-миддлэйт, либо супер-миддлэйт. А также хочу сказать просто одно многим. Просто радуйтесь трепетом, служите Господу в страхе, принимайте все со смирением. Именно эти слова я сказал, когда меня отпустили 8 лет назад из Шавляйского СИЗО. Я это сказал всем пацанам, которые меня провожали при выходе на свободу от души. Вы знаете, я здесь оказался очень просто. Я люблю это место. Здесь дьяконом служит мой дядя, дядя Валера. Здесь бригадир, мой брат по духу, Александр. Я просто искал работу, ходил туда-сюда, там работал, там потом думал, почему бы не прийти. Там, где меня любят, здесь меня любят, и я люблю здесь находиться. И Александр мне предложил, Дима, почему нет. И вот уже как ровно как почти месяц я здесь работаю. А с понедельника по пятницу. То есть с девяти до пяти вечера, все во славу Божию, что-то на хлеб насущный прикладывается, и слава Богу. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твое, на земле, как на небе. Хлеб насущный дашь нам на сей день, и осапливаем долги нашим, пока мы оставляем блажникам нашим. И единство с ускушения, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть и сила, и слава, и Царство, и невеста. Тови их не веков. Ну что ж, рабочий день подошел к концу, закончили работать, но тренировочный процесс никто не отменял для снятия стресса рабочего. Его в принципе нет, но все равно хочется еще силы-то есть прикладываться, именно только вперед. Вы думаете, я пройду мимо? Никогда в жизни. Вот что это? Вот почему вот это вот, да, вот это вот, да, нельзя взять вот так просто, да, и положить туда. Западлог, мне не западлог. Ну вот это слово, да. Почему вот поэтому и бардак везде? Ну это же просто делается. Раз и все. И вот чистота. Ну, так это ведь 10 секунд, люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие тренируются с музыкой, да? Я тоже люблю, да? Но иногда я тренируюсь без музыки, потому что когда я боксирую в ринге, там музыки нет. В Советском Союзе музыки не было. Музыка в душе должна играть. Музыка в душе. Музыка в душе. Хочу бороться. Вот сейчас хотел сделать небольшую паузу, да, и рассказать вам про это место. Это легендарное место, которое дает мне силу. Здесь вот, смотрите, это школа была. Здесь я учился в этой школе. На этом стадионе я начинал бегать в школе с 81-го года. Занимался легкоатлетикой здесь, а чисто боксом я на этом стадионе начал заниматься. Камни кидать, бросать, подтягиваться здесь с 95-го года. Ну вот и считайте, 20 с чем-то лет назад. У каждого есть место, которое дает ему силу, энергетику. Это место, которое много связано. Были и победы, были и поражения, всякое было. Это место я просто люблю. Оно дает мне силу, духовную силу. А на концовочку, знаете, как говорится, наладить все в танцах, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»